Привет, моя хорошая! Сегодня с тобой говорим про женское репродуктивное здоровье. Если у тебя по какой-то причине бесплодие, то в этом видеоролике я дам информацию про отношение к себе, про то, что можно включить в питание, в нутрицептиках, то, что действительно может подействовать напрямую. И когда-то я очень хотела найти такой же видеоролик 10 лет назад для себя. И очень жаль, что не нашла и потом, спустя долгое время, создала сама. Первое, конечно, там поход к врачу, он тебе все объяснит, пролечит и так далее. Но, помимо всего этого, есть вопросы генетические. При этом человек может утверждать, что ведет праведный образ жизни, не нервничает, много двигается, позитивно мыслит, не переедает и не злоупотребляет. То есть, чаще всего мы делаем все, чтобы неудачная генетика не вступила в силу. Ведь отношение к себе, к своему организму, это очень трепетная история. Лихая студенческая жизнь, лихие молодые годы, частые взрослые стрессы, они могут создать большую-большую такую нагрузку. Обязательно, обязательно спросите у себя, хорошо ли вам живется последние 10-15 лет, может быть, 5 лет. Если ответ «да», меня все устраивает, это очень здорово. Но прислушайся, что может идти в ответ. Если ответом будет недоумение, какой-то вообще тревожный момент, то это обязательно нужно пройти со своим психотерапевтом. Следующее. Переедание, злоупотребление углеводами. Хронически повышенный инсулин. Я не раз говорила о том, что инсулин – это анаболик, гормон роста. Он действительно запускает активный клеточный рост, формирует необходимые резервы в организме. И это великолепно для спортсменов, для детей, для подростков, людей с недостаточной массой. Но если это постоянно происходит, то кроме жировой ткани, новообразований, кист, гиперплазии и, конечно же, эндометрии, ничего у женщин не растет. Если у вас что-то где-то избыточно растет, начинайте не только с похода к целевому врачу, но и с общей метаболической истории. То есть здесь семейная история. Как я говорила, у некоторых есть риски из-за генетики. И там, например, знаете, что мама имела вот это, отец имел вот это. Образ жизни, питание, окружающая среда, избыток углеводов – это просто зло. Углеводы – это не только хлеб, булки, макароны, это еще и молоко, это фрукты. Не злоупотребляйте молочными продуктами, они полезны только в умеренных дозах. Пестициды в еде, они могут разрушать через кишечник. Это серьезно. Избыток трансжиров, соя. Про сою вообще отдельный видеоролик хотела снять. Как правильно в этой ситуации? Фитоэстрогены не помогают, а мешают. И потом все же мы не можем быть окончательно уверены в качестве соевого продукта. Поэтому очень осторожно. Любовь к обработанным продуктам, к деликатесам, к каким-то сосискам, колбаскам, хамону, к каким-то усилителям, консервантам – это все ведет к бесплодию. И золотое правило – захотела сосисок, сделала себе домашние сосиски. Другой момент – контролируй жир в рационе. И качество, и количество. То есть здесь важно и качество. Многие думают, ну жир жиру. Сказали же жир, буду есть жир. Нет, так не делается. Омега-3 жирные кислоты. Как я постоянно говорю, воспаление обязательно этим убирается. Глютен, молочные продукты с повышенной чувствительностью. Вообще надо убрать недостаток. Воды и любые аллергии, с которыми ты ничего уже давно не делаешь. Тоже нужно разобраться. Что еще хочется сказать? Хочется сказать про помощь. Это витамин Е, витамин С, жирные кислоты, омега-3. Нак-цистеин – это модифицированная форма природной аминокислоты цистеина, которая эффективно борется с окислительным стрессом и помогает внутреннему глутатиону. И продукты с высоким содержанием цистеина – это брокколи, брюссельская фасоль, яйца, мясо, птица, белокочанная капуста, чеснок. Еще в помощь может быть зеленый чай. Он богат полифенолами, катехинами. Конечно, всегда смотри по переносимости. Любой чай – это тоже нагрузка, это не вода. Рассвератрол, куркума, источники магния должны быть обязательно в твоем рационе. Особенно семечки тыквы, как магний, бананы, авокадо, подсолнечник, орехи. Рассвератрол – это красные ягоды, он сдерживает воспаление. И могу сказать, что все это в долгосрочной перспективе действительно работает. Не надо просто ходить в зал, надо заниматься целевыми нагрузками. Кто-то плавает, кто-то бегает. И вот, что еще хочу сказать. Не надо все разрушать, что дано богом. Надо поддерживать и увеличивать свою продолжительность и молодость. И это можно делать и через питание, и через уровень стресса. Плюс семейную историю, как я сказала, нужно знать. И обязательно работать с повышенным инсулином, если он есть. Плюс еще один момент. Психология, как я сказала, тебе хорошо ли живется последние 5-10 лет? Если ответа нет, то психотерапия личная с психологом должна быть. Это уже будет огромной-огромной для тебя поддержкой. Пиши вопросы, с радостью тебе отвечу. Подписывайся на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok